ПЕСНЯ Великий пост продолжает свое шествие. Друзья мои, молитва, покаяние, все, конечно, это должно быть. Но даже если этого сегодня у вас и нет, не расстраивайтесь, потому что Великий пост только начался. Еще есть время для всего этого. А в первое воскресенье Великого Поста мы с вами встретим праздник, который называется Торжество Православия. Після Божественной Литургии служится специальный молебен, специальная служба, которая имеет название «Чин Торжества Православия». Цей молебен завершивается в каждом православном храме и особливым чином в Кафедральном соборе, где служит архиерей. На архиерейском богослужении, помимо тих молитв, которые читаются и спеваются в каждом православном храме, протидиакон выголошивает анафему. Всем тем, кто боролся с православием, кто не принимал и не принимал церковного учения, то есть тих, кто восстал против Бога, против истины. И вечная память провозглашается всем тем, кто потрудился ради церкви, ради того же самого Торжества Православия. И святым, и боголюбивым царям, и царицям, и архиереям, и священникам, и мирянам. Торжество Православия вообще установлено в честь окончательной победы Православия над ересью иконоборчества. Что это за ересь иконоборчества, отец Александр, которая делась столько лет и столько жизней унесла? Ця ересь діяла в церкви около 100-100 лет, может, даже трошки больше. И она появилась именно в самом православии, и среди духовенства. И много мирян поделились этому духовному впливу. Поэтому появилось такое учение, которое говорило про то, что и святые иконы, и мощи святих, и хрест живетворяющий – это идоли, которым не стоит поклоняться. И оно настолько захопило умы людей, их в некоторых периодах было даже больше, чем тех людей, которые стояли за цей святиной. И просто-напросто эти величайшие святыни, они вернулись из храма, спалювалися, выкидалися на мусор. Ти же люди, которые ставали на защиту, их або заточили в тюрьмы, або просто-напросто мучили, або вбивали. Всякие-всякие случаи были. И такой жестокий период в жизни церкви, он длился майже столетия. И по этому поводу в 787 году был созданный Вселенский собор, где святые отцы всего света, всего православного света, собралися для того, чтобы обсудить, обговорить это кровотечивое питание, болючее питание в жизни церкви. И именно на этом соборе затвердилось иконопочитание на основе Библии, Священного Писания. То есть, одно из подтверждений этому было то, что Господь Бог невидимый воплотився. Слово стало плотью, то есть слово стало видимым. И Господь, принявши на себя плоть, этим самым Божество стало видимым. Его можно уже изображать на той же самой иконе. И святые говорят о том, что самая иконописание, письмо икон, именно догматичное. Это Библия в фарбах. Это своего рода Боже откровение нам, людям, которым открывается другой свят, на которых изображается. Если это святые, то это люди, которые в своем духовном жизни уже достигли той духовной вершины святости и благодати. И они уже преобразились. Поэтому на иконах самозображение святых, леков, оно дещо отличается от обычной картины, фотографии. Там другое измерение, в небесном выгляде это все пишется. Глядя на иконы, отец Александр, вспоминаешь слова замечательного писателя Ивана Бунина, который говорил, что для христианина православные иконы — это окошки в рай. И как-то даже не верится, что когда-то были времена, когда иконы безжалостно уничтожались. Но ведь, в принципе, пусть не ересь, но нечто подобное переживали и в 17-м году, как в 18-м, 19-м, 20-м, когда рушились церкви, выносились и уничтожались иконы. То есть все повторяется, и никто не застрахован от того, что это может повториться снова. Такие периоды в жизни церкви в разные времена и в разных местах периодично бывают. От этого не динешься, потому что зло всегда в себе шукает выхода в свет. Зло сам по себе иснувать не может. Воно может проявляться только через людей. То есть люди, которые добровольно в себя его отпускают, они являются такими проводниками зла в этот свет. Такие люди находятся. И периоды в жизни церкви, когда она страждает, бывают очень часто. Знову же вертаюся до святих отцов. Они говорят о том, что часы страждают для церкви – это как гарнило, в котором золото очищается от всяких вредных и ненужных примесей и стает чистым. Церковь – это боголюдский организм. С одной стороны, это божественная благодать. А с другой стороны, это люди. В церковь входят люди с своими проблемами, страстями и немощами. Не всегда эти люди могут быть и честными, и искренними, и добросовестными. То есть таким образом зло может войти в саму церкву. И когда этот уровень неправды в церкви перевищает какую-то норму, которую определяет только Господь Бог, Господь посылает такие часы випробований для церкви, когда именно это страждают, когда в этом огне сгарается вся полова, весь мусор, и остается чистое золото. То есть честная, добросовестная, отдана Богу людина, она залишится в церкви при любых обстоятельствах. Как бы церковь не страждала, как бы она не плакала, вот такие люди остаются. Инши, маленький ветерок не такий, что-то не понравилось, они сразу рассеиваются. Две такие периоды иконоборческие, и всякого рода, и не только эти. Они в церкви бывали завжди. Бывали такие периоды, когда казалось, что церковь почти уже сникнет из лица земли. Господь посылает ей часы отроджения, воскресения. И именно эти моменты показывают, что церковь жива, что это в ней людская организация. Это Господь, Божий организм, который живет независимо от того, как люди на него могут нападать. В церкви діє Господь Бог. И каждая православная душа, которая считает себя частью этого Божественного организма, она должна себя чувствовать под особенным Божьим покровом и промислом. И добровольно принимает на себя то, что Господь посылает. И ничего не боится. Иногда кажется человеку, что Бог не слышит его молитвы. Он молится, он плачет, но все остается по-прежнему. Ему кажется, что он вступил в период, когда он никому не нужен, и все от него отвернулись. Даже такое может быть? Ну, может. Такое бывает достаточно часто. Такий, можно сказать, з одной стороны, какой-то обман внутрешний, потому что Бог не может не чути людину. Господь собою наполняет все. Весь свит, вся Вселенная находится в Боге. Не Бог находится где-то за пределами, до кого надо там добегти, достукать. Вот. Все творение находится в Боге. Господь везде и всюди. И главная перешкода и проблема, которая отделяет человека от общения с Богом, это грех. И избавление этого греха, который приходит через покаяние, через исповедь, через какие-то духовные труды, они открывают, ломают эту перешкоду, открывают эту завису. Вот. Людина просто своими духовными очами, своим сердцем может відчути, что насправді Господь очень близко. Вот Вы говорили, что когда превышает число плохих людей, плохих поступков, то посылается страдание, чтобы церковь могла очиститься, как золото заблестеть. То есть путь страдания неизбежен, отец Александр? В нашем обществе так. И этот шлях люди выбирают сами для себя, на жаль. По-другому не получается. Люди добровольно выбирают страдания, в том плане, что никто же не... А может, где-то так и есть, но в принципе, никто никого не заставляет грешить. Ругаться нехорошими словами, или... Все, что заговорено, люди это добровольно выбирают. Но безслідно, нижний поступок не может пройти. Слово праздне сказанное, оно тоже... Мы за него дамо ответ. И каждый поступок таким же самым чином. И возвращаясь к торжеству православия, отец Александр, ваше благословение на этот большой праздник. Торжество православия, это громкое слово. Не завжди воно торжествует. Не завжди буває таке торжество. И мы бачим, что сейчас мы переживаем такой период тяжкий. И десь в каком-то месте можно сказать, что православие торжествует, а десь воно не очень торжествует. Так или иначе, от каждого православного душа требует потрудиться и до класса своих зусиль, для того, чтобы та церква, которая находится біля моего дома, в том селе, в котором я живу, чтобы в ней это торжество православия было действенным. А для этого треба моя присутность. Надо прийти в храм. И на одну душу спасаемость. Это не больше. И взагалі, мне кажется, что торжество православия это не только тот период, который мы сгадываем, который трапился в далекие часы, когда мы победили иконоборческую ересь, и восстановили иконопочитание, и благодать Божия засияла. Но торжество, это Божие правды, оно способно завершиваться всегда на всяком месте владычества Господнего. Вот не было здесь храма, а нашлася группа православных христиан, которые своими силами взяли землю, побудовали, святили храм. И это уже торжество православия, потому что уже еще одна лампадка загорелася. Пришел батюшка в лекарню, хворих причастить. Это тоже торжество православия, потому что были такие часы, когда этого не можно было сделать. Або в школе диткам что-то рассказать про Бога. И это торжество православия. И в своем житти вирішив я стать кращим, налагодить стосунки в своей семье, перестать то же самое ругаться, обижаться и ображать и так далее ради Христа. И это уже торжество православия. Маленькое, ну вот таких маленьких перемог оставляется велика перемога. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова